Всем привет! С вами Татьяна Ключ и Кирилл Егоров. В эфире Студия 21. Наука не стоит на месте и ежегодно брестская молодежь делает новые открытия. Сегодня мы поговорим о научном потенциале молодых брестчан и узнаем, чем живут и к чему стремятся юные изобретатели. Сегодня к нам в студию пришли Александр Волчук, декан факультета инженерных систем и экологии. Профессор, здравствуйте! Добрый день! Доброго дня! И Антон Любахинец, начинающий изобретатель. Сегодня принесли нам целый ряд изобретений. Расскажите, как они работают, что это вообще такое и как вы к этому пришли? Так, ну, это все под один проект, вот эти все вещи, которые вы видите на столе, да? Вы, наверное, знаете, то, что сейчас очень сильно развиваются такие технологии, как VR, там, AR, дополненная реальность, виртуальная реальность. Вот, и мы со своей командой решили сделать проект, который бы позволил людям побывать в любой точке мира, да, и посмотреть, что там происходит в реальном времени. Вот, этот проект называется «Телепорт», и это вот вещи, которые в этом проекте используются, да? Да, вот это, это камера 360 градусов, которая позволяет нам снимать 360 градусов видео для того, чтобы человек мог прям крутиться, смотреть в разных, там, что происходит в разных частях вообще места. А это вещь, с помощью которой он также может это все смотреть, да, это очки виртуальной реальности, которые вы можете надеть и ощутиться там, вот, побывать именно там. То есть я сейчас могу их надеть? Ну, в принципе, если мы поднастроим, да, там, то, да, можно будет посмотреть, что там происходит у нас на Советской. Можно я вот так вот возьму в ручки и посмотрю? Ну, можете, да, возьму, посмотрю. Такие достаточно люки, простые. Почему все-таки виртуальная реальность, почему все-таки другие страны, вот, «Телепорт»? Мало места в Беларуси? Сейчас объясню. Начался проект, у нас есть в Вести такой интернет-каталог, бизнес-каталог ТОП-2БАЙ, вот, и мы с ребятами думали, как мы можем выделиться, как бы, вот, чтобы стать интересными, популярными. И решили устанавливать камеры на бизнес, существующий в Бресте, да, чтобы человек мог зайти и посмотреть, что сейчас происходит в бизнесе, куда он хочет пойти. Вот. Мы поставили там около пяти-шести камер, увидели то, что люди туда заходят не только ради того, чтобы посмотреть какой бизнес, да, а люди туда заходят еще просто ради каких-то типа путешествий виртуальных. Вот. Китай сможет посмотреть, что происходит сейчас в Москве на Красной площади, при этом сможет даже пообщаться с людьми, но в плане там будет экран, который будет сообщение показывать людям, которые вокруг этого маяка, да, и ты можешь на что-то написать «Привет», и люди такие «Вау, классно», «Привет». То есть, вот эта вот камера, она фактически транслирует изображение на вот такие вот очки? Ну, если по-простому, то да, да. Все, что я сейчас увидела, это черный экран. А если включить эту камеру, то я смогу увидеть, наверное, то, что здесь происходит. Да, в принципе, так тоже можно сделать, если прям попытаться это все сделать, вот. Сами по себе, это очки, они сами по себе не работают. Это вот именно, что весь прикол в том, что вы можете взять свой телефон любой, да, открыть там наш сайт, ставить сюда телефон. Туда еще и телефон вставить? Это, чтобы по-простому было, чтобы не надо было больше деньги платить. Ставить сюда телефон и надеть, и прям крутиться. Можете без этой вещи покрутиться. Ну, как бы это просто, как бы просто новый экспириенс. Сейчас можно просто даже в браузере ввести наш сайт, кстати, вот уже есть, облако.бай. И топ-2.бай тоже там есть камеры уже существующие в Бресте. Сейчас в Бресте около 14 камер стоит. Вот, и вы можете посмотреть, что сейчас происходит на улицах городов. Как вы оцените научный потенциал современной молодежи? Ну, понимаете, вот тут так с двух сторон можно посмотреть, потому что, если мы посмотрим на Запад, да, там те же создатели Google, да, создатели там PayPal, они отдают своих детей в садики без компьютеров, без интернета, потому что они думают, что это очень сильно развивает лень у людей. Да, у нас же почему-то наоборот чуть все пытаются идти, как бы вот мы пытаемся там садики сделать компьютеризированными, и все такое. Лень двигатель прогресса, вы что? Ну, это понятно, ну, просто это не дает развиваться, как бы, на начальном этапе, да, если там тебе в 16 лет, когда ты уже, в принципе, сформировался, у тебя уже, тебя научили думать, то тогда уже, да, тебе можно дать там интернет, тебе будет легко что-то найти, что-то сделать, а когда тебе с детства говорят, что вот, ты можешь ничего не запоминать, да, ты можешь, в принципе... Да, если же все готово, в принципе. В принципе, двумя пальцами вести, но это как бы лень, это только лень развивает. Так и говорят, как бы создатели Гугла говорят, что компьютер это, ну, вообще интернет это очень такая простая вещь, ему можно научиться там за два года, за два месяца, если захотеть, вот, так что... То есть вы называете современной молодежью ленивой? Ну, можно и так сказать, да, все пытаются, все чего-то ждут, но делать мало чего хотят. Как вы считаете, Александр? Когда я был студентом, у нас, Баранович, с училища, предложил мост не разводной какой-то, а поворотный. То есть вот поворот, так вот, мост, и он наш с вами поворачивается, проходит сюда, да, так, ну, получил патент за эту вещь, понимаете, то есть творческая, ну, реализовать его, конечно, трудно и практически, но вот такие вот мысли тоже приходили, патентовали. Сейчас еще есть, как бы сказать, была у нас такая практика у студентов на нашем факультете, профессор Северянин организовал такое действие, то есть был предмет изобретения, он на урок, на занятиях они идеи изобретали, и затем они их патентовали, патентовали, и студент, будучи уже, получал некий патент, охранную грамоту на эту, и так далее. Но потом ввели достаточно большую пошлину для вот этого поддержания патента, и уже получить такой официальный документ достаточно, вот, большие деньги, и не каждый там сможет получить вот это. То есть это, как бы, тоже сдерживает молодежь к развитию вот этого творчества. Предлагаю узнать точку зрения брещан по этому вопросу. Я считаю, что у нас хороший потенциал, просто его нужно, за это нужно хорошо взяться и очень хорошо развивать. Вот, поэтому у нас были все очень много умных молодых людей, я знаю таких, поэтому надо, чтобы кто-то за это хорошо взялся, какой-то строгий, настойчивый, ну, и продвигал это дело. Думаю, что потенциал велик. В Беларуси IT – это одна из таких самых быстро развивающихся сфер, так что почему бы нет? Много молодых, талантливых и, в принципе, подающих надежды. Ну, специальность надо, чтобы востребованная была. Да, и зависит от людей. Если человек, студент, хочет хорошо учиться, хочет хорошую работу получить, педагоги хорошие попадутся на потоке, то я считаю, что шансы есть. Ну, я знаю и в Брестском государственном университете у нас очень много научных работ делается. Вот, зачем я за молодежью? Молодежь хорошо, как бы, сейчас развивается в этом плане, я не могу ничего сказать там плохого. Ну, мало как-то уделяют времени просто, но вообще все в этом плане хорошо у нас. Ну, я думаю, у молодежи сейчас большой потенциал. Главное, чтобы у этой молодежи было, помимо потенциала, еще и желание реализовать этот потенциал. Поэтому, я думаю, здесь наша основная такая позиция – это работать над мотивацией студентов, над мотивацией молодежи. Поэтому потенциал огромный, но главное, опять же, повторяю, чтобы было желание его реализовывать. Я, как бы, сама работаю в сфере образования преподавателя университета, поэтому для этого делается достаточно, могу вот подчеркнуть достаточно. Опять же, говорю, главная мотивация студентов. Мы создаем, работаем именно теперь уже над мотивацией. Я вот недавно читал статью, точнее мне рассказывали друзья, что ребята с Политеха разрабатывают какую-то новую лампу. И сейчас эту лампу, там уже есть клиенты из США, они сейчас проектируют, за 4 года разрабатывают, сейчас у них уже готовый проект. И вот сейчас они будут впускать в производство, нашли уже поставщиков, и будут вот этот пример свежий из Политеха. Поэтому мы очень рады ребят. Насчет Пушкина не знаю, сам там сейчас вот только учусь, так и поступил. Насчет разработчиков не знаю, но в Политехе вот эти все 3D-системы, там проектирование, все это изучают, поэтому... Для белорусской науки, для белорусского уровня, я считаю, что достаточно высокий уровень образования, но для международного уровня, конечно, не дотягивает. Кажется, достаточно большой потенциал. Мои друзья, знакомые очень много участвовали в различных олимпиадах, побеждали, и, мне кажется, нам дают хорошее образование, и возможностей очень много. Один из опрашиваемых сказал, что изобретений у нас действительно достаточно, но применять их, в принципе, никто не собирается. Действительно ли это так? Нашло ли ваше изобретение какое-то применение широкой в общественности? Ну, тут надо понять, для кого мы изобретения делаем. Если для государства, то понятно, что вся эта бюрократия, которая сейчас есть, она затянется на год, на два, чтобы ваше какое-то изобретение куда-то пошло. Если мы делаем для людей, то, в принципе, все, что нам надо, это сказать, да, мне нравится, все, иди, делай. И такой проблемы я не вижу. Мы, например, тоже не ждем каких-то одобрений со стороны государства годами. Мы просто, вот, людям нравится, значит, это, в принципе, надо. Мы тоже проводим такие опросы, там, есть проблема, нету проблемы. Мы пытаемся ее решить. Если мы решили проблему, мы просто делаем, и все. Александр, а как вы считаете? У вас много студентов, пациентов? Да, конечно. Ну, хочу здесь так сказать, что, конечно, свое изобретение, оно настолько великое, такое близкое, и кажется, почему-то люди его не схватили, не изобрели, не внедрили и так далее. Ну, если объективно рассматривать, то есть, чтобы внедрить это, надо перестроить, допустим, конвейер какой-то, цех или еще технологии, это достаточно должно быть, оно весомое, чтобы люди пошли на затраты, чтобы потом, через некоторое время их купить. То есть, такое два случая изобретения вспоминаю. Значит, самое такое, одно из самых великих изобретений, которое было в человечестве, это ушко иголки, перенесли в начало иголки, и получилась возможность швейную машину зимы. То есть, очень простой, правда, это кажется, но до его отдых додумывается. И когда Фарадей в свое время открыл явление электричества, он сказал, очень интересная такая вещь, очень интересная, но я думаю, что практического применения оно не найдет. А вот открытие электричества магнетизма, она окупила все фундаментальные исследования, 21 века включительно. Понимаете? То есть, тут трудно сказать, что там изобретение. Конечно, тебе хочется, а как это промышленно наладить, чтобы она окупилась, чтобы деньги получить и так далее. То есть, я думаю, что... А с другой стороны, вернемся в Советский Союз. Япония предложила в свое время, давайте мы у вас купим все отклоненные патенты, заявки на изобретение. Вот вы не прошла, отклоняете, а мы их купим. Ну, скажем, нет, нет. Это о чем-то говорит. Не надо нам это покупать, пусть оно лучше у нас будет. И таких вот моментов. Вспоминается такой случай, как японский один из... Ну, стал миллионером, спросили, как. А ну, это я патентовал то, что вы пишете, публикуете в юном... Юный технику, журнал был, или техника молодежи. Вот оттуда идеи патентовал и получал такие вещи. Поэтому творческое начало. Понимаете, каждый, допустим, футболист считает, что он классный, почему его там не берут в ромбу или еще куда-то, а он играет. Вот, играет здесь вот. Так и изобретение, да, изобретение тренировалось. То есть вы считаете, что сегодня молодым людям надо быть более практичными в своих изобретениях? Нет. Значит, я хочу сказать, что если человек становится практичным, он не может, он теряет... Он теряет вдохновение изобретения. Он не изобретение, он становится уже ремесленником. Прагматиком каким-то, да. Да, прагматиком. Здесь должна быть фантазия, как в любом деле. В искусстве фантазия, без фантазии, ну, ничего не могу. В спорте фантазия, но он должен двигаться, ну, так далее, и так далее. Только, только фантазия, только он до тех пор, пока сохранит в себе ребенка. Вот надо стараться человеку больше, как можно дольше сохранить в себе ребенка, любопытство и так далее. И тогда будешь изобретать, думать, смотреть по-другому на вещи, потому что... Изобретание на иначе не станет. Есть, конечно, техника изобретения, которая позволяет... Вот опытные такие изобретатели, они из ничего изобретают, пишут, получают патенты и так далее. Ну, и там, это несовершенство нашего, там, допустим, требований и так далее. Ну, написал, отвечает всем требованиям. А куда пойдет? Я знаю, куда пойдет. Вот, вы требуете, вот я написал. Но это как бы прагматизм, это техника изобретения. Ну, а настоящий, я не думаю, что можно много чего-то изобрести, там, за жизнь и так далее. Это ярко. Достаточно сложно. Сложно, сложно. И это творческий потенциал такой, который реализовать и так далее. То есть нельзя, допустим, как пироги печь, там, каждый день изобретение. Вот такое мое мнение. Антон, вы считаете себя ребенком? Может быть, вы в детстве мечтали стать изобретателем? Что-то там изобрести такое, где-то там любопытно смотреть? Нет, я просто, я всегда пытался, как бы, ну, не слушал, как, знаете, вот всегда говорят, там, ты что-то сделал, тебе говорят, вот, ты неправильно сделал. По мне я всегда правильно все делал. Да, у меня всегда все было правильно, просто другие не понимали. Вот. И сейчас точно так же я пытаюсь просто, ну, вот, я вижу, ну, это классно, да, это как Стив Джо в свое время, да. Он говорил то, что мы не решаем какую-то проблему, мы создаем решение, а потом люди понимают, что у них была такая проблема, да. Вот, и я пытаюсь делать точно так же со своими, вот, со своей командой, со своими друзьями, потому что, ну, реально очень часто бывает такая ситуация, что, ну, мы просто не замечаем какую-то реальную глобальную проблему, потому что, ну, мы привыкли как-то ее обходить, либо решать по-другому. Вот, а мы такие, ну, вот, реально же есть проблема. А мы предлагаем ее решить, и очень интересно, классно, креативно. Такие, ну, да, как мы так много лет жили без этого, вот. То есть ваш кумир Стив Джобс? Ну, в плане, в плане идейности, да. Давайте посмотрим сюжет о Белорусском бизнес-форуме, в котором мы узнаем о других инновациях брестских изобретателей. Студент Брестского технического университета Антон Любыхинец с самого детства мечтал принести пользу обществу. Еще старшеклассником он начал разрабатывать проект по спасению утопающих. Около полугода назад идею помогли усовершенствовать преподаватели университета. Сегодня проект под названием «Инна», названный в честь римской богини, которая помогала морякам, уже стал призером конкурса «100 идей для Беларуси». А в апреле этого года Антон презентовал ноу-хау на форуме деловых контактов в Бресте. Схема работы стартапа довольно интересная. Это обычный браслет на руку, который выдается постояльцу гостиницы на курорте. Но теперь он сможет спасти жизнь человека. Я предлагаю оснастить этот браслет GPS-трекером, NFC-модулем, для того, чтобы он смог с помощью него открывать номера, например, чтобы с собой ключи не таскать вечно. А второе – это GPS-трекер для того, чтобы если вдруг он попал в какую-то чрезвычайную ситуацию на воде, его там отнесло волной, либо еще что-нибудь, он нажимает на кнопку на этом браслете, вылетает квадрокоптер и сбрасывает ему спасательное средство. Такое, как самонадувной жилет, либо просто спасательник. Антон считает, что этот проект будет полезен не только в курортных странах, но и в Беларуси. Ведь здесь купальный сезон проходит не менее активно. По статистике, в год на водоемах страны гимнет полторы тысячи человек. А эта инновация поможет избежать летальных исходов. Стартапом студента активно заинтересовались на бизнес-форуме. Антон Любыхинец презентовал на бизнес-форуме и новый проект Infinity. Его цель – помощь в ориентировании инвалидов по зрению. Снова основной элемент – браслет, но уже с другими функциями. С такой инновацией слабовидящим легко будет разобраться, считает студент. Задействовать придется всего лишь две кнопки. Себестоимость такого браслета на сегодняшний день – 30 долларов. Но если идея воплотится в жизнь, цена возрастет минимум до 100 долларов. Но из-за такие деньги у Антона уже сегодня готовы купить инновацию. Я проводил опрос среди людей с ослабленным зрением. И 65% людей опрошены, готовы вообще вот сейчас купить устройство за такие деньги. Так что во всем мире 77 миллионов людей вообще, не имеющих зрения, и получается 40 миллионов – это потенциальные клиенты, которые могли бы купить это устройство. Этой идеей уже заинтересовались в Сколково и предложили Антону сотрудничество. А вот Ольга Пупыкина из Белозерска еще не дождалась предложения воплотить в жизнь свой проект по собственному производству выращивания вешенок, используя теплую воду канала «Березовская Гресс». Но ее идея на бизнес-форуме также была замечена. Дело в том, чтобы выращивать грибы, обязательно нужно тепло и очень повышенная влажность до 90%. Так вот, данная вода, которая, скажем так, имеется у нас в местности, обеспечит эти условия. То есть мы сможем повысить конкурентоспособность за счет низких затрат на производство данной продукции. Инновации талантливой молодежи Брещины еще раз доказывают – идей много, да и методы их воплощения разработаны досконально. Возможно, в скором времени мы увидим их предложения в массовом производстве. Идеи действительно интересны, а пригодятся ли они в жизни, в повседневной жизни общества? Как вы считаете, какая у них перспектива? Я думаю, что вот все идеи, которые предлагаются, они реальные, осуществимые в обществе и так далее. Здесь требуется некий, как бы сказать, напор и энергию автора, чтобы суметь убедить, доказать, рассказать, что это нужно и так далее. То есть вот это качество нужно. К сожалению, сейчас у нас объединяется в одном человеке – изобрести, придумать, потом это убедить людей, что это нужно, реализовать, продать, заработать денег и так далее. Здесь должно быть четкое разделение труда. Эти люди изобретают, они творят. Следующие там люди, которые могут это реализовать, убедить и так далее. И которые строят и так далее. Конкретно по этим изобретениям, конечно, спасение и сигналы, подающиеся, это важный момент и нужный человек. То есть и детям оно было бы здорово, так одел браслет. Мы спасли бы много жизней, потому что очень много случаев, в которых дети тонут на глазах у родителей, чуть отвернулись. Это ведь кошмар и ужасно. По грибам тоже интересно, но я, если бы лично мое мнение, я предпочитаю естественные грибы в лесу. Это и отдых, и удовольствие и так далее. Ну, а вешенки, как бы так, может быть, ну, это мое личное мнение. Я предпочитаю натуральные вещи, чем какие-то искусственно выращенные в теплицах. Вот вы говорили про структуру реализации своего изобретения. У вас налажена эта структура? Нашло ли применение ваше изобретение? Ну, а если мы сейчас говорим о браслете для спасения утопающих, ну, смотрите, что я недавно увидел, да. Ну, как бы, этим, эта идея начала заниматься очень давно, про спасение утопающих, там, около, наверное, двух с половиной лет назад. Недавно я увидел в новостях немецких, то, что там МЧС, ну, как бы, по-простому сделало, да, но они тоже протестировали дрон, который доставляет утопающему человеку, ну, спасательный жилет. Ну, классно, значит, интересно, значит, людям нравится. Я, как бы, думаю и очень сильно надеюсь на то, что там, а это быстрее все будет идти, и уже там скоро прям не надо будет никаких людей управляющих, да, что это будет как у меня в идее и в проекте, просто нажал на кнопку, прилетел, сбросил и все. Вот, так что... Я думаю, здесь было бы очень интересно устроить напрокат на пляже эти... Браслеты, и родители с детьми пришли, одели, попали, потом сдали, ну, как очки, допустим, в кинотеатрах дают. И здесь было вполне реализуемо, и родители с удовольствием, чтобы ребенка отслеживать и видеть, не быть в таком напряжении, то есть это реально реализовать. Ну, в этом и была идея всего проекта, в принципе, да, то, что давать напрокат такие вещи. Вот, ну, у нас все-таки это долго, как я говорил, да, это больше такой социальный проект, на это не заработаешь, в плане того, что нужна стопроцентная отдача, и обратно ты, в принципе, мало чего получишь. Так давно вы стали победителем в конкурсе «100 идей для Беларуси», если не ошибаюсь. Да. Могли бы вы рассказать, как вообще вам тяжело далась эта победа? Сами по себе проекты там были, ну, не скажу, что прям инновационные, да. Это проекты, которые улучшали существующие решения там на 15-20%, да. По мне это, ну, как бы идея хорошая, но не скажу, что это прям инновация. Инновация – это прям перевернуть что-то из-за этого не было настолько сложно. То есть конкуренция была так себе, да? Ну, честно, да. Честно, конкуренция была так себе. Были проекты, которые, как я вот говорю, просто там существующие решения там предлагали там улучшить на 15-20%. Вот. Такого прям кардинально. Конечно, были проекты очень интересные, но они были не в моей секции, так что. Но стопия для Беларуси, она же подразумевает какой-то патент, грант. Вы выиграли, вам это все досталось или это все слова? Ну, сейчас объясню. Так, ну, вообще, да, там был предусмотрен какой-то грант. Ну, нормальные деньги. Ну, все, что я получил, это телефон от спонсорской компании Huawei, который сразу же продал и получил деньги. Потом еще, конечно, вот сейчас будет проводиться еще какой-то конкурс бизнес-идей, тоже государственный конкурс. Вот. Один из плюсов того, что я выиграл стоидель для Беларуси, мне бесплатно напишут бизнес-план под проект. Неплохо. Да. Ну, я вам так скажу, что у нас сейчас в команде есть человек, который тоже бы его написал, так что это не такой, что большой подарок. Вот. Так что... То есть, обещанного гранта вы не получили? Нет, нет. И даже не в гранте дело было бы, конечно, приятно, если бы... Его реализовали, я думаю. Да. Его не реализовали. Да. Грант деньги деньгами, а вот реализация, как бы, вот это хромает. В следующих таких подобных проектах вы участвовать не станете, да, если у нас будет проводиться? Ну... Или попытайтесь счастья снова? Не думаю, что я буду уже как-то пытаясь счастья снова. Так, может, мельком, знаете, там, заехать, рассказать про свою презентацию и все. А так полностью как-то на это тратить время не вижу в этом смысла. Лучше я буду тратить время на реализацию, чем я буду, как бы, ездить по каким-то конкурсам и пытаться, как бы, показать себя. Мне кажется, я уже много чего показал, так что... Справедливо. Какие цели вы ставите в научной работе со студентами? Может быть, есть у вас какие-то перспективы на их развитие? Не, ну, конечно, ставятся цели. Одна из таких главных целей – это подготовить магистра, кандидата наук, доктора наук, чтобы человек развивался, занимался. То есть, привить любовь к науке и творчеству. А какие цели ставят учащиеся железнодорожного колледжа? И какие у них перспективы в научной сфере? Об этом в нашем сюжете. Спектр атома – оптическое волокно, микропроцессорные системы, спектральные закономерности. С этими терминами учащиеся Брестского железнодорожного колледжа хорошо знакомы. Ведь ребята каждой специальности, которую предлагает колледж, занимаются научной работой. С этими научными работами и с нашими разработками мы также участвуем ежегодно в научно-практических конференциях, которые проводятся в городе Бресте, а также в международных научно-практических конференциях. Международные конференции «Студент наука молодежь» и «Молодежь наука транспорт» стали для ребят уже традиционными. Они вдохновляют учащихся на научные исследования. Для многих участие в конференции стало первым опытом в научных дебатах. Но это не помешало Константину Макаревичу успешно выступить на конференции со своей работой по исследованию потерь, вносимых изогнутым участком волоконного световода на разных длинах волн при различном радиусе сгиба оптического волокна. Включаем источник, выставляем на длину волны 1310 нанометров. Приемник тоже на длину волны 1310 нанометров. Задухание. Мы видим, какое задыхание. Это задыхание записываем в таблицу. Также такие действия проводим на радиусе сгиба 25-20-15 миллиметров. Из результатов исследования видно, что происходит увеличение потерь при уменьшении радиуса сгиба и увеличении длины волны. Константин не единственный представитель научного течения в колледже. Здесь талантливых ребят много. Владислав Зычков и Максим Банцевич создали стенд для отработки навыков дежурного по станции, который представит на международной конференции «Успешен тот, кто творит». На нем в маленьком масштабе изображена станция «Сквозная». При помощи этого стенда мы можем наглядно рассмотреть, как принимаются и отправляются поезда. Производится маневровая работа. Допустим, что нам нужно приготовить маршрут приема поезда на данную станцию, на второй наш путь. Для этого нам нужно открыть наш входной светофор на разрешающее показание. Это разрешающее показание означает, что поезд следует с отклонением по стрелочному переводу, по стрелочным переводам с установленной скоростью. В дополнение к станции Денис Чурик и Екатерина Нестерович разработали своеобразное наглядное пособие для изучения работы на станции. Чтобы создать этот макет, пришлось приложить немало усилий. Работа над проектом заняла два месяца, но средства оправдали цель. Мы хотели создать, чтобы можно было наглядно посмотреть, как происходит работа на станции. Например, расположение данных светофоров, как проходит подвижной состав через габаритные ворота, которые предназначены для контроля габарита погрузки. Также находится здесь пост электрической централизации, откуда происходит управление станцией. Самое сложное было это делать стрелочные переводы, которые предназначены для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Несмотря на все сложности, талантливые ребята продолжают заниматься наукой и удивляют нас своими открытиями. Как видим, талантливые люди есть повсюду. Кстати, ребята из сюжета собираются участвовать в выставке научных изобретений в Политехе. Могли бы вы нам про нее рассказать подробнее? Ну, это очень интересная выставка. Она уже как бы как-то присутствует один день. Много интересных изобретений привлекается. И я думаю, что здесь необходимо участвовать. Не столько как бы участвовать, как себя показать, других посмотреть. И я бы рекомендовал всем жителям Бреста, гостям, посетить такую выставку, посмотреть творчество, мысли. Не всегда человек может до такого додуматься. И хотелось бы, как бы подведя итог вот этим всем сказанным, высказать мысль президента, которую он сказал на встрече с выпускниками 2016 года. Пожелание его, как считаю, достаточно такое интересное. Это молодежи ставьте перед собой большие задачи, не стесняйтесь, не сомневайтесь и идите к ним. Антон, и какие можете дать советы вы начинающим изобретателям? Да, часто такие вопросы задают, на самом деле. Ну, первое, это делать то, что тебе хочется. На самом деле хочется не так, что с детства каждому из нас вбивает в голову то, что ты должен стать врачом, ты должен еще кем-то стать. Себя нужно слушать в первую очередь, потому что всю жизнь ты не сможешь заниматься тем, что тебе не нравится. Тебе нужно сначала понять, что тебе нравится, занимайся тем, что тебе нравится. Второе, это, наверное, не бояться экспериментировать, пытаться идти не по шаблону, как у нас все лучше. Отходить от границ, как просто. Да, всегда нужно отходить от границ, потому что по шаблону умеют все. Куча книг написана, как заработать миллион, и ты попробуй не по книге заработать миллион. Так что тоже пытаться как-то от границ отходить, идти какими-то тропками непонятными для других людей, свои тропки создавать, чтобы потом о тебе книгу написали. Ну, и третье, наверное, это быть собой, и все, как бы жизнь твоя. Все получится. Да, и все получится, жизнь твоя. И слушай советы только тех людей, которые живут так, как ты хочешь жить. Ну, а теперь мы обратимся к нашей аудитории. И какие выводы она сделала из программы, и согласны ли с вышесказанным. Молодежь может изобретать совершенно разные вещи, и мне кажется, что они все должны находить какое-то применение. Другое дело, что для этого нужна какая-либо поддержка, либо со стороны государства, либо со стороны каких-то предпринимателей. На самом деле, очень круто, что современная наука развивается, и наши брестские изобретатели принимают в этом участие. Если честно, то я очень рада, что еще осталась молодежь, которая заинтересована в создании новых технологий, но очень огорчает то, что государство не воспринимает это всерьез. Как мы видим, в Беларуси много талантливых людей с хорошими идеями. Но где же возможности? Было сказано, что лучшие кадры уезжают за границу. И это действительно так. Отсутствие возможности реализации своих идей – вот проблема для Беларуси. Было очень интересно сегодня послушать про новые изобретения в науке. Мне кажется, очень здорово, что в Бресте есть такие молодые люди, которые не только хотят улучшить и открыть какие-то новые технологии изобретений, а делают это уже сегодня и стараются продвигать это на территории Беларуси и за границей. Сегодня мы узнали массу полезной информации, а наша передача подходит к концу. Благодарим вас за беседу. Спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо. Будем радовать вас снова. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова